приветяны и громаны роман и громан у аппарата и я сейчас иду забирайте очень старый аппарат который в будущем будет выполнять роль скорой помощи для двух маленьких сел вот она 22 волга на ней присутствует деформация двери багажника потому что один и военнослужащий здесь когда поздно ночью приехал на эту вот военную базу сдавал назад и врезался в стену на скорости 20 километров в час деформация небольшая это все будет в дальнейшем исправлено средства кое-как выделили государство наше которое прям очень заботится про нас в кавычках конечно же или упросили выделить деньги вы слышали по звуку мотора что двигатель просто никогда не хотел заводиться но кое-как все таки я смог ее завести села находится там короче не очень ровная дорога и не каждая скорая помощь может туда приехать туда помню ездил рафик на вызовы он все время требовал доработки починки подвески потому что реально там очень большие неровности цивилизованной дороги нет кстати мы сейчас сами поедем по рейсам только очень аккуратно чтобы поезд нас не догнал на принципе он здесь не имеет права разгоняться до скорости выше чем 80 км в час даже те же 70 потому что и далеко где-то через метров так и 300 тут и 300 до 100 и с вами дорога там перекресток ну как перекресток там будет проезжать эти рельсы по которым же следу будут проезжать через дорогу нужно быть предельно внимательным мало ли какой-то автомобилист выйдет на рельсы шлагбаума нет нас поворачивается на лево но господи лишь бы не застрять как в том меме с уазиком давай проезжай до 22 волга никто что 21 22 универсал еще очень редкостное явление на наших дорогах намного реже встречается чем у вас и намного ценней но не стоит забывать что rd мы отыгрываем как раз таки в советском союзе где этих вот еще вагон и маленькая тележка хоть их и не изготавливает серийно но еще множество волк не списали и они трудятся по просторам советского союза сейчас нужно заправить нашу волгу качественным бензином а и 72 или 92 не помню какой был бензин в советское время но сейчас такого не выпускают советские автомобили которые водороги еще много принципе по нашим просторам бегают не только в странах снг они больше вообще в большой части советского транспорта и шла на экспорт что в советском суде просто был дефицит автомобилей люди стояли десятками лет в очередях что нужно было попасть в эту самую очередь под очередь потому что вообще очередь сеть советского гражданам зависело от того на каком заводе он работает какое какая у него престижность репутация вот так вот у данной волжаны довольно таки интересная история сначала она работала в такси потом его выкупила армия это вот военная база откуда я стартовал с этой волгой вы эти два поселки там будет место для этой волги между двумя этими селами в принципе можно сказать что это относило очень близко прям расположены друг к другу из-под такси военная база взяла ее когда на счетчике было пробег 98 тысяч километров на военной базе там какие-то ящики армейские перевозили ну боеприпасы вряд ли думаю только на камазах там уранных дизельных уранах или какие там еще есть модификации остальные марки грузовиков так вот этот вот волгу подшиманили потому что она была не очень хорошем состоянии сейчас я забираю ее с пробегом 145 тысяч километров а его же и сто сорок семь тысяч километров и и выкупила вот это вот и село точнее два села за две тысячи рублей казалось бы это вообще не деньги но нет не забываем что мы сейчас с вами находимся в советском союзе этого мне мотор доход начала двухтысячных годов где-то конец 90-х не рашен карсимулятор не рашен карсимулятор где фиг пойми какое время происходит вот эти вот все события потому что там есть старенькие жигули современные там базы next и вот это вот все ли азы не фазы точнее вот эти вот две тысячи рублей кстати сюда сейчас припаркую волгу хочу вам показать масштабы этих двух сел первым сейчас приехали наближаемся к второму вот там на холме к находится она там находит сюда так вот вы купили за две тысячи рублей собирали эту сумму два года представляете вот так вот рафик до ездил и почти за дня в день потому что здесь много кто болеет так-то взяли еще современных не закупили и на рафиках у нас у нас в основном скорых помощи графики а газели такие может даже mercedes и какие-то старые в роли скорой помощи ездит где-то в столице там в москве ну в санкт-петербурге может но с поселке стареньки арафики да вот будет 22 волга не заказали мигалышку которая для нее подойдет и наклейки всякие ими примерно будет выглядеть так вот я вам показываю прикрепил вот фотографию на экран машинку отбойным молотком там починит вот эту вот и дверь заднюю багажника медсестры здесь есть средняя зарплата в советском союзе 120 рублей они получают здесь я узнал по 99 рублей ну ни много ни мало вообще в советском союзе по рп за 2000 рублей можно было купить даже за одну тысячу рублей за с 965 это самый первый запорожец стал самым первым серийным достойным автомобилем для советского гражданина и тогда он мог получить этот вот престижный статус на в то время автомобилист в будущем это маленькая комор как как-то расширится чтобы было больше мест хотя бы для двух пациентов в будущем здесь планируется построить гаражик и вот это вот волги мало ли чтобы не сперли ли там чтоб солнце солнечные лучи не полопали к там краску а я уже на этом буду с вами прощаться спасибо что досмотрели этот видос вам огромный респект ос и с вами я прощаюсь и говорю вам всем до свидос